Сегодня Ленинский районный суд вновь оправдал горожанина Антона Истомина, которого обвинял в угрозе убийством следователь Артем Халилов. Полтора года назад на заправке мужчины не поделили шланг для подкачки колес. По версии Халилова, словесная перепалка переросла в настоящую драму. Якобы Истомин достал из машины нож и обещал немедленно убить его. С парковки следователь уехал с фразой «Я сломаю тебе жизнь». Однако в суде ни первой, ни второй инстанции он не смог доказать, что угроза убийством была реальной. Теперь владелец Лексуса может подать кассационную жалобу, но родители Истомина надеются, что он угомонится. В целом объективно видит любой эту ситуацию, что правда на моей стороне, что я в этой ситуации прав и невиновен в том, в чем меня обвиняют. Поэтому я все-таки в очередной раз убедился в справедливости. Сегодня с тобой родители. Что скажете? Ну, в шоке и рады, конечно. Рады, что все-таки действительно справедливое решение, потому что, ну, очень тяжело все мы это переживаем. Всю жизнь ребенка выращиваешь его от всех бед, стараешься уберечь, а он на своем жизненном пути встречает вот такого Халилова. Полтора года нервы на кулак мотали и нам, и самое плохое, что нашему сыну, вон у него даже седая прядка в волосах уже появилась из-за всех этих переживаний. Ну, надеюсь, что Халилов на этом все-таки успокоится наконец-то, и для нас этот процесс неприятнейший, при неприятнейшей нашей жизни будет наконец-то закончен. Ну, очень рады решению суда справедливому. Уголовное дело закончилось, на мой взгляд, правосудным решением. Суд апелляционной инстанции засилил приговор суда первой инстанции по существу, там, за исключением некоторых юридических моментов. Саму суть приговора суд не изменил, посчитав, что Истомин абсолютно законно и обоснованно оправдан. Потерпевший у нас, выступая с одними из реплик, сказал, что, а вот даже если бы был раскрыт нож, и были бы этому доказательства, то сторона защиты все равно, и там, перечислял, что бы мы сделали. Таким образом, признав, что нож был в свернутом сложении, и, соответственно, доказательств раскрытого ножа, также материалах дела нет. Нож есть, он никуда не делся. Если бы он раскрыл все-таки лезвие, и в суде было бы прямое, прямо доказательство, тогда бы врачи не говорили, что оно было незапроченное, допустим, или еще что-то, грубое было бы, оно бы не порезало. То есть, всех доводов сходятся к этому. То есть, в наше время сейчас можно достать нож, подойти, удерживая руки, выставить голову убийства, и не нести за это никакую ответственность. Как вы считаете, он дальше пойдет? Я думаю, что да, обязательно. Во-первых, он почему-то до конца уверен в своей правоте, абсолютно непонятно почему. А во-вторых, я думаю, что для него это напрямую связано с его карьерным ростом, с его карьерой и, возможно, даже увольнением.